29 мая в Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората под председательством ректора Ильшата Гафурова. Повестка дня заключалась в трех ключевых вопросах. Актуализации дорожной карты развития КФУ на ближайшие три года, особенности приемной кампании, а также открытие новых направлений подготовки. Первым докладчиком стал проректор по экономическому и стратегическому развитию КФУ Марат Софиулин, который рассказал об итогах участия в очередном заседании проектного офиса программы 5.100, недавно завершившегося в Москве. Наш вуз и наши коллеги в рамках международной конкурентоспособности. Как вы видите из первого графика, то здесь мы находимся в хорошей зоне. То есть мы, несмотря на то, что плановое и доплановое значение чуть не дотягиваем, но в то же время демонстрируем положительную динамику. В ходе доклада отмечалось, что рост КФУ в предметных рейтингах значительно увеличился. И то, что университет показывает многократное превышение плана по публикационной активности, а также заметный скачок в привлечении иностранных студентов. При этом кое в чем динамика оставляет желать лучшего. Однако, как считают в Казанском университете, главное это сосредоточиться на глобальной цели. Можно отслеживать процесс достижения той или иной цели. Даже если цель достигнута, то процессные показатели могут быть не выполнены. Стоит отметить, что Ильшатам Гафуровым было предложено перестроиться на более широкую перспективу, в том числе на период после окончания проекта 5, и сделать упор на коллаборацию с теми вузами, которые не участвуют в программе повышения глобальной конкурентоспособности. Однако, представлены и растут в международных рейтингах и то, что в КФУ вскоре появится единый центр подготовки студентов-олимпиадников. Я уже сегодня утром говорил, было приятно, когда представители двух наших лицеев выстраивались на получение дипломов по результатам Всероссийской олимпиады в тех или иных предметных областях. 11, по-моему, у нас призер. 21 призер. 21 призер. Это все-таки показатель. Ну вот, точно такие же результаты надо делать и для студентов. Надо создать свой штаб по подготовке или центр подготовки к олимпиадам. Олег Бодров коротко рассказал об основных задачах, поставленных на 2017-й приемный год. Среди них увеличение приема на порядка тысячи студентов по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что Институт международных отношений истории и востоковедения совместно с Институтом управления экономики и финансов выдвинул предложение о создании кафедры международной экономики, где осуществлялась бы подготовка бакалавров и магистров в области экономики и финансов стран Азии и Африки. Мы прошли лишь первый этап заседания ректората, но это очень позитивно. Количество и качество преподаваемых экономических дисциплин в нашем университете неизменно усиливается и улучшается. И сегодняшнее решение – это новый шаг для развития экономических дисциплин, прежде всего связанных с международными экономическими отношениями и экономикой стран Азии и Африки. Своя специализация накладывает отпечаток, прежде всего это те регионы, которые входят в зону интересов России. В завершении заседания ректорат традиционно ознакомился с ходом исполнения контрольных поручений, а ректор КФУ выступил со словами признательности коллективом ряда институтов за успешную организацию и проведение крупных международных конференций и других важных мероприятий. Аделя Шамилова, Диана Шилова, Ленарда Влетьяров, Владислав Михневский, Универ Ньюс.